Привет! В ходе этого урока мы с вами изучим основные команды по работе с терминалом в Linux. Но сперва я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. Здесь вы найдете домашние задания, материалы и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Операционная система Linux, она очень плотно ассоциируется с терминалом. И это неспроста. Дело в том, что за счет терминала вы можете проделывать абсолютно любые манипуляции. К примеру, вы можете создать некий файл, вы можете редактировать этот файл, вы можете создать папку, вы можете перемещать это все между разными папками. Вы можете открывать приложение, скачивать приложение, взаимодействовать с приложением. Вы можете даже выключить компьютер за счет терминала. Поэтому мы в ходе этого курса очень плотно будем с вами работать с терминалом. Мы будем изучать множество различных команд, что существует для терминала. Ну и в ходе этого урока мы изучим достаточно простые команды, которые позволят нам переходить в нужные папки, Которые позволят нам проверять содержимое папок Ну и все в таком духе В будущем мы еще научимся использовать другие команды По созданию различных файлов, папок По перемещению этих всех папок По удалению различных папок и файлов Также мы изучим команды по скачиванию приложений По скачиванию библиотек По открытию этих приложений и так далее В общем с терминалом мы будем очень хорошо еще взаимодействовать И изучим по сути все основные команды Что существует для терминала Ну и еще пару слов относительно терминала Дело в том, что сам по себе Linux В головах у многих он ассоциируется с такой Не совсем комфортной операционной системой Где по факту нет вообще никакой графической оболочки А есть только терминал Так происходит по той причине, что действительно в Linux Есть некоторые дистрибутивы Которые не содержат графической оболочки То есть они не содержат какие-то вот такие вот иконки И кнопки, на которые можно нажимать Они содержат просто один определенный терминал И все взаимодействие с этим дистрибутивом Происходит исключительно при помощи написания различных команд То есть такие дистрибутивы существуют Они обычно используются на тех же самых серверах Когда нам не нужна графическая оболочка Которая занимает определенное дополнительное процессорное время Но нам нужны просто какие-то функции И соответственно мы их можем прописывать самостоятельно через терминал Поэтому такие дистрибутивы существуют Мы конкретно сейчас с ними работать не будем Но по факту в будущем, если вам потребуется с ними работа То работа с ними будет происходить в точно таком же формате Как вот и сейчас мы будем работать с вами с терминалом То есть те же самые команды, что мы сейчас будем изучать Точно такие же команды, они в будущем будут использоваться И во всех других дистрибутивах Теперь мы наконец давайте перейдем к практике Для начала необходимо открыть сам по себе терминал Его можно открыть либо через обзор, либо через все приложения Либо через сочетание клавиш Ctrl-Alt-T У меня терминал, он уже попросту открыт Поэтому я открываю его из быстрого доступа И кстати говоря, мы с терминалом часто будем работать По этой причине я предлагаю его просто добавить сюда в избранные Для этого нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем добавить в избранные Теперь я быстро смогу к нему всегда обращаться Итак, для начала мы давайте изучим такую команду Которая называется как PWD Она расшифровывается как Print Working Directory Или же вывести рабочую директорию Мы такое запускаем И вот у меня выводится папка, внутри которой я сейчас нахожусь У меня папка, она сейчас выглядит следующим образом Это Home, а дальше идет George Смотрите, сама по себе папка Home является корневой папкой То есть как бы внутри этой папки находятся все остальные папки И файлы, которые вообще есть на нашем компьютере Внутри этой папки сперва идут такие папки, которые отвечают за определенных пользователей У меня сейчас на компьютере лишь один пользователь Он называется как George И соответственно рабочая моя основная директория, она выглядит следующим образом Это HomeGeorge То есть это как бы корневая папка для моего текущего пользователя Если я в будущем создам еще каких-либо пользователей То соответственно вот эта вот директория Она может называться как HomeJohn, например Или там HomeAlex и так дальше Ну в зависимости от того, какое название будет у пользователя В зависимости от этого будет вот здесь меняться как бы вторая папка Но корневая папка, папка Home, она никогда меняться не будет То есть это основная папка, она всегда остается неизменной И понимать в какой папке вы находитесь это достаточно важно Так как предположим, если мне необходимо создать некий новый файл И я хочу его создать, например, в папке загрузки То изначально мне необходимо понять в какой вообще папке я сейчас нахожусь Для этого можно прописать pwd В таком случае я понимаю, что я нахожусь в корневой папке А далее мне нужно будет еще перейти в папку загрузки И только когда я уже перейду в папку загрузки Я могу прописать команду по созданию файла И как только я пропишу эту команду, файл будет создан именно в той папке Где я сейчас нахожусь в самом терминале Чтобы нам было проще ориентироваться в этом все Мы давайте с вами еще откроем приложение файлы И вот здесь мы перейдем просто в домашнюю папку Домашняя папка это как раз та корневая папка, которая у нас вот здесь отображается И вы можете заметить, что в этой домашней папке есть такие папки как Видео, документы, загрузки и так далее Это все стандартные папки Также здесь показываются скрытые файлы и папки Я, наверное, давайте на данный момент скрою все вот эти скрытые файлы Для этого нужно нажать на Ctrl плюс H В таком случае, видите, все скрытые файлы и папки, они были спрятаны Ну и если мы сейчас с вами, допустим, хотим просто посмотреть Что же находится, какие файлы и какие папки находятся в текущей директории То в таком случае мне нужно прописать команду ls Или же она расшифровывается как list Если я прописываю такую команду, то видите, у меня здесь отображаются все те названия В моем случае это именно папки И это все те названия всех тех папок, что находятся в текущей директории И вот предположим, что я просмотрел, какие же у меня здесь есть файлы и папки И я решил перейти в такую папку как загрузки Чтобы мне перейти вот здесь в терминале в нужную папку Мне необходимо прописать еще одну команду, она называется cd После того, как вы прописываете ключевое слово cd Вам необходимо указать название той папки или полный путь к той папке, которую вы хотите перейти В моем случае у меня папка называется как загрузки Поэтому я могу вот здесь даже скопировать ее название, если так хотите И можно вот это название сюда же вставить, да? Ну, либо его можно было бы прописать, конечно же, вручную Но мне скопировать было удобнее Итак, нажимаем Enter И вот что мы с вами замечаем На данный момент у меня вот здесь раньше выводилась тильда Это говорило о том, что я нахожусь как бы в корневой папке А сейчас здесь указывается тильда Это говорит о том, что я нахожусь как бы тоже в корневой папке Но дальше из этой корневой папки я еще перешел в папку загрузки Поэтому, если сейчас я пропишу команду ls То в таком случае мы заметим только один файл Это одна папка, которая сейчас у меня есть в текущей директории То есть я перешел в другую директорию, в другую папку, в папку загрузки И, соответственно, теперь, когда я просмотрел все файлы в этой папке То я заметил только один файл Это одна папка ant Вот если тут зайти в программе файлы в папку загрузки То, соответственно, мы точно то же самое с вами как раз и заметим То бишь, за счет pvd вы можете просто узнать, в какой директории вы сейчас находитесь Кстати, давайте даже выполним эту команду Вот, за счет pvd вы узнаете, в какой директории вы сейчас находитесь За счет ls вы можете просмотреть все файлы или же папки, что находятся внутри самой этой директории И за счет команды cd вы можете переходить в какие-либо другие папки Ну и насчет команды cd мы давайте, наверное, дополнительно еще поговорим Смотрите, если вдруг вам необходимо перейти в основную папку То в таком случае вы всегда можете прописать homeGeorge Ну допустим, что-то в этом духе Ну и конечно же, видите, я перешел в основную папку То есть здесь отображается тильда Также можно, конечно же, прописать pwd Ну и мы заметим, что действительно я нахожусь в нужной мне директории Но помимо того, что мы можем прописывать вот такой длинный путь Мы на самом-то деле можем прописывать и короткий путь Давайте я только для начала перейду в какую-то другую папку То есть давайте вот здесь мы вставим переход в папку загрузки И теперь я хочу обратно все-таки вернуться в главную папку И вместо того, чтобы прописывать homeGeorge Я просто могу здесь указать значок тильды Если я такое выполню, я опять-таки перехожу в основную папку, в корневую папку Она у меня опять же это homeGeorge Если же мне необходимо сразу перейти Ну допустим, я хочу перейти в папку загрузки А там дальше я сразу хочу перейти в папку and То, конечно же, можно это сделать следующим образом Давайте опять-таки мы, наверное, скопируем это название Но поскольку не на русском, то мне проще будет копировать эти названия Нежели их прописывать, каждый раз меняя язык Так вот, чтобы перейти в папку загрузки И там сразу в папку and То я могу это сделать следующим образом Конечно же, я могу прописать сначала cd-загрузки Дальше нажать enter Теперь я нахожусь в этой папке Далее я могу прописать еще cd-and И, соответственно, теперь, видите, я нахожусь в папке загрузки and Ну и если я здесь проверю, какие файлы тут есть То мы заметим, что здесь будут все те файлы Что действительно находятся у меня вот в этой папке Да, вот эти все файлы, они здесь отображаются Через программу файл И здесь они также у нас показываются Так вот, это первый способ, как можно было бы перейти в нужную нам папку Второй же способ, он бы заключался в том Давайте опять же в корневую перейдем папку Второй способ, он бы заключался в том Что я могу, в принципе, указать, например, папку загрузки Дальше могу поставить slash И сразу же указать то, что я перехожу в папку and А там я бы еще мог сказать, что я перехожу еще в такую папку, как assets Вот эта папка И, например, сразу в нее я бы и хотел перейти И вы замечаете, что все это обрабатывается абсолютно корректно То есть я зашел в папку загрузки, and, а также assets И опять же, если я пропишу ls То мы замечаем, что у нас вводятся полностью все те файлы Что находятся конкретно вот в этой папке Если ее раскрыть, то здесь очень много файлов Ну и все эти файлы, они действительно здесь у меня были как бы просто выведены Ну и вы можете согласиться, что терминал, он у нас уже полностью заполнен какой-либо информацией И если вдруг вам необходимо очистить терминал от какой-либо информации То в таком случае всегда можно прописывать такую команду, которая называется как clear Просто ее запускаем И в таком случае у нас не то чтобы удаляются все предыдущие наши команды Они просто скрываются, они как бы отображаются теперь где-то там выше Но главное, наш терминал, он остался полностью чистым Ну и я по-прежнему нахожусь в папке assets Если вдруг вам необходимо вернуться на папку выше То в таком случае вы, конечно же, опять же, можете прописать то, что вы переходите, например, в корневую изначально папку Ну или можно так было бы прописать То есть вы как бы говорите, что изначально в корневую папку переходите Дальше здесь можно было бы прописать, например, загрузки И если я вот такое сейчас выполню, то, допустим, я действительно попал в папку загрузки То есть я как бы полностью указал нужный мне путь И сразу вышел из папки assets в папку загрузки Но если вдруг вам нужно лишь на один раз вернуться назад То есть сейчас я нахожусь в папке загрузки А я бы хотел выйти просто на уровень выше, в корневую папку То в таком случае я могу здесь прописать cd, прописать две точки и прописать слэш Такая структура говорит нам о том, что мы всегда выходим на уровень выше То есть вот видите, я находился в папке загрузки Уровень выше это была корневая папка Ну и давайте мы, возможно, с вами теперь попробуем зайти в какую-то другую папку Также давайте изначально посмотрим, какие вообще у нас есть папки То есть у нас есть папки загрузки, музыка и так дальше И вот давайте мы, возможно, с вами зайдем в папку Которая на данный момент будет называться как видео Ну, чтобы у нас было что-то новенькое, да Соответственно, мы ее здесь прописываем cd, видео И вот я нахожусь в нужной уже мне папке Если я здесь пропишу команду, например, по созданию какого-либо файла Или по созданию какой-либо папки То, соответственно, этот файл или же папка Они будут созданы именно в той директории, где я сейчас нахожусь Другими словами, они будут созданы в папке видео В общем, мы с командой cd еще очень много раз будем работать Так как нам постоянно нужно будет переходить из одной папки в другую папку Ну и, например, чтобы нам вот внутри папки видео Перейти в какую-то другую папку, что находится в папке видео То нам нужно просто прописать cd, а дальше название самой нужной папки Если же мне необходимо перейти на уровень выше, то можно прописать две точки слэш Я перейду на уровень выше Если же мне нужно перейти вообще в кардинально новую папку То я могу просто к ней прописать полный путь Например, это тильда То есть я как бы говорю, что от основной папки Я перехожу в такую папку И, допустим, я выберу эту папку как загрузки И если я такое нажму, то видите, я был в папке видео И я сразу перешел в папку загрузки Хотя мы, по сути, находились на одном и том же уровне Но я спокойно смог выйти из одной и перейти в другую папку С командой cd мы еще будем много раз работать Поэтому пока мы ее давайте оставим в покое Но еще по ходу всего видеокурса мы к ней много раз обратимся И вы ее 100% изучите Теперь давайте мы еще с вами изучим такую команду как ls Потому что мы к ней вроде обратились, но особо как-то ее не изучили Команда ls расшифровывается как list И позволяет нам просто просмотреть абсолютно все те папки Или же все те файлы, что находятся у нас в определенной директории Вот, например, сейчас я нахожусь в директории загрузки И здесь у меня только одна папка За счет команды ls эта папка как раз и была выведена Также существует аналогичная команда Она просто здесь называется как l Это, по сути, как сокращенное название для команды ls И она делает абсолютно точно то же самое Вот только команда l, она еще дополнительно у нас указывает в конце slash Тем самым она говорит о том, что это у нас, например, конкретно папка Или же это у нас просто файл И вот смотрите, допустим, я сейчас нахожусь в папке загрузки Но я бы хотел выполнить эту команду для основной нашей папки Чтобы такое мне реализовать, я просто прописываю саму по себе эту команду А дальше прописываю путь И как бы именно по этому пути у нас и будет выполнена команда То есть, например, я прописываю здесь l и дальше tilde То есть я говорю, что в корневой папке хочу это выполнить И вот мы замечаем, что я по-прежнему остаюсь в папке загрузки То есть я никуда не перешел Но я выполнил эту команду конкретно для нашей основной папки Для домашней как бы папки И вот здесь повсюду у нас прописывается slash Тем самым мы понимаем, что вот это у нас все являются папками Если бы у нас был бы файл, то slash после названия не прописывался И чтобы в этом убедиться, мы давайте с вами вот сейчас укажем то, что мы якобы проверим такую папку как ant То есть смотрите, я сейчас нахожусь в папке загрузки Поэтому здесь я могу не дописывать как бы полный путь По типу там tilde, потом загрузки и потом ant Я могу просто прописать ant и это сработает по той причине, что я и так нахожусь в папке загрузки Давайте вот мы такое выполним И вот мы можем заметить, что видите, у нас ко многим вещам был дописан slash Но к некоторым не был дописан slash Это говорит нам о том, что это у нас именно являются файлы То есть l и ls это по факту одно и то же самое Но только l позволяет нам быстрее понять, что же конкретно здесь представлена папка или же файл И аналогичные действия можно проделать еще и для команды ls Вот предположим, что я хочу сейчас проверить, что же у нас находится в директории видео На самом-то деле директория видео полностью пустая Но все же, как саму команду, мы можем выполнить Для этого я сейчас прописываю ls И далее, несмотря на то, что я нахожусь в папке загрузки Я просто обращаюсь к тильде, то есть как бы к основной директории Также, конечно же, вы вместо тильды всегда можете прописывать здесь home А также название вашего пользователя Ну, допустим, home.jorge Давайте хотя бы один раз так пропишу И далее мне необходимо просто сюда прописать название папки Я это название уже скопировал И просто нажимаем enter И вот мы с вами, в принципе, и выполнили эту команду Да, ничего не было выведено на экран Но так произошло по той причине, что сама папка полностью пустая В то же время, например, если мы здесь попробуем выполнить некую другую команду Ну, давайте вот я, чтобы вернуться к предыдущей команде Я просто нажму на стрелочку вверх Тем самым я как бы возвращаю предыдущую команду И вот здесь вместо видео я давайте, возможно, пропишу загрузки И чтобы прописать загрузки, я, наверное, в этот раз уже поменяю раскладку И здесь напишу загрузки Если я нажимаю enter, то, опять же, все это срабатывает корректно То есть, что для команды l, что для команды ls Работает тот формат, что вы можете просто указать нужную директорию И именно в этой директории будут проверены все абсолютно файлы Или же все папки При этом вы из текущей директории никуда не перейдете Потому что переход между директориями, он осуществляется исключительно При помощи такой команды, как cd Ну и в будущем нам на самом-то деле часто нужно будет еще менять раскладку клавиатуры Давайте мы на этот момент немного уделим времени То есть, чтобы нам установить горячие клавиши для изменения клавиатуры Нам нужно зайти в такое окошко, как настройки В этом же окошке в поиске вам нужно будет прописать комбинации клавиш У меня, видите, это окно уже открыто И здесь же вы просто нажимаете на переключиться на следующий источник кода Нажимаете как бы на эту настройку Далее он спросит, какие клавиши вы хотите использовать для переключения ввода Вы просто, ну вот у меня, например, это Alt плюс пробел Вы можете использовать любые другие клавиши Просто нажимаете на них, нажимаете на добавить или же применить Ну и потом вы сможете нажимать на эти две клавиши, на это сочетание клавиш И быстро будете менять раскладку на вашем компьютере У меня так и происходит, видите, если я нажимаю на Alt плюс пробел У меня, видите, вот здесь меняется раскладка, что довольно-таки удобно Практически для каждой команды существуют дополнительные опции Чтобы нам посмотреть, какие вообще существуют опции, например, для команды ls Мы прописываем самую эту команду А дальше пишем два defisa и прописываем слово help Если такое запустить, то будет выведено множество текста А также здесь будут указаны различные команды, которые вы можете прописывать То есть, например, сейчас у меня было два defisa help Но если прописать, например, один defisa x, то в таком случае у нас выполнится вместе с самой командой У нас еще выполнится такое действие, как перечисление по строкам, а не по столбцам То есть это по факту будет сортировка Ну и вот таких команд здесь действительно достаточно много Мы все из них изучать с вами не будем Если какие-то понадобятся, то всегда можно обращаться к документации По сути это просто обращение к help И мы же давайте изучим кое-какие интересные команды Например, мы давайте изучим с вами такую дополнительную опцию, как l l расшифровывается как long, если мне не изменяет память И по сути за счет этой команды мы с вами можем узнать полную информацию Относительно каждого файла, что находится у нас в определенной директории Напомню, мы сейчас находимся в директории загрузки Здесь есть только одна папка and И относительно этой папки у нас идет полная информация Во-первых, здесь идут права доступа Относительно прав доступа мы с вами поговорим уже в следующих уроках Поэтому на данный момент я на это не обращаю внимания Также здесь указывается, кто создал эту папку В моем случае это я лично создал, то есть это здесь прописывается два раза Плюс указывается размер папки и дата ее создания Также здесь, например, существует такая опция как r или же reverse То есть в таком случае все папки и файлы будут просто в обратном порядке выведены На данный момент у меня здесь только одна папка, поэтому мы это особо с вами не заметили Но давайте перейдем в папку and Для начала пропишем команду ls и вот у нас все папки выводятся Изначально они выводятся по алфавиту, то есть assets идет здесь как первая папка Но мы давайте пропишем здесь lsr и в таком случае, видите, оно все идет в обратном порядке То есть reverse, assets у нас идет теперь как последняя папка Кроме того, мы можем использовать еще такую опцию как pm В таком случае у нас будут показаны, какие же у нас папки, где у нас файлы Там, где у нас прописан слэш, то, соответственно, это папка Там, где нет слэша, это файл И плюс, что еще интересно, это то, что вы можете комбинировать все вот эти вот опции Например, если я здесь пропишу r, а также p, то в таком случае мы заметим то, что у нас идет reverse Плюс у нас идет еще отображение, где папки, а где у нас находятся файлы Таковых опций существует на самом-то деле очень и очень много Чтобы вы просто их не запоминали все, вы всегда можете обращаться к какой-то определенной команде Например, к команде cd Далее вы можете прописывать два дефиса, help И вы просмотрите абсолютно всю информацию относительно всех тех команд, что здесь доступно Видите, вот здесь, например, есть команда l, p и так далее Ну и здесь описывается именно, что же эта опция конкретно будет еще делать Также опции можно комбинировать Ну и, в принципе, в ходе этого курса мы еще с вами будем работать с различными опциями Просто мы давайте их лучше будем изучать уже конкретно на практике В момент, когда они нам понадобятся, мы к ним будем обращаться Вы же, если вам интересно, то можете дополнительно прочитать все вот эти вот возможные опции Просто обращайтесь к нужной команде Прописывайте два дефиса help И дальше можете читать, какие же опции там существуют Практически ко всем командам, или даже можно сказать ко всем командам Существуют какие-либо дополнительные опции В целом на этом наш урок подходит к концу В ходе этого урока мы изучили с вами основные команды А это именно переход между разными папками Просмотр содержимого папок А также просмотр текущей рабочей директории Все эти команды, они звучат как очень простые команды Но поскольку мы с ними будем работать в каждом последующем уроке То, соответственно, их лучше было бы выучить отдельно Выделить вот в такой отдельный видеоурок Ну и в будущем мы, конечно же, с ними очень-очень много раз еще будем работать Ну что же, надеюсь, урок вам понравился Если так, то не забывайте подписываться на канал И вступать в наши соцсети Все ссылки на них будут в описании к этому видео У меня же на этом все До скорых встреч, пока!